здравствуйте дорогие зрители нашего канала огородники покажу вам вот перцы сегодня это открытый грунт безусловно ну то есть вот эти можно сказать частично открытый то есть потому как я их заношу когда уж очень холодно в теплицу такое бывало вот в эту теплицу здесь работа сейчас непочатый край в общем надо все это убирать они когда покажу вам уличные перцы вот я собрала в тазик уличные перцы сейчас они вот в таком состоянии кусты из которых я выбрала достаточно поздно уже заложили маленькие перчики но наверное никто не успеет обещают у нас через пару дней два градуса на улице вот этот перец прямо вот он весь иван да мария мой любимый он весь усыпан перчиками и в общем они уже технической спелости и кончики видите вот этих начинает краснеть красные я собрала и они очень-очень плодовитый такой приятный очень перец я очень его люблю его надо хорошо подвязывать то чего я не сделала вот еще один он листья не обрываю поэтому в общем ну видно да что перцы в общем есть вот на этих сортах здесь куст тоже требовал подвязочки баночки какие-то что-то угодно что уже подставляю надо было а ветку сломал ну все тогда да сломала значит сломала вот такие вот перцы но они тоже в общем дойдут на самом деле перцы хорошо доходят вот перцы в этом году не айс вот там еще не собрала один красный час обойдем очень холодно для них вот у меня вот такое вот укрытие ветрозащита в принципе солнечное самое что ни на есть сторона все эти перчики у нас все на солнце всегда но при таком холодном июле в принципе ждать было в общем то и нечего ничего другого вот этот тоже сорвем да но хотела показать вам другое немножко сейчас скажу вот этот перец сейчас листик оборву чтобы было видно вот так это большие кубовидные перцы знаете с какого перца с красного из магазина он бирка на нем лежит это перец из обычного красного магазинного перца не знаю наверно конечно же пусть не спелый и цвет наверно не приобретет здесь должный но вот уже техническая зеленая спелость у него есть плоды очень крупный один два три четыре замятый пять шесть семь пять крупных и два поменьше вот такие вот перцы получились вот так вот но вот и ванда марья я их в принципе никогда не не брошу видимо эти гибрид мне очень очень нравится они длинные сладенькие можно сказать не особо толстостенные но их много и они очень не видите даже в такое лето не приходит неприхотливы к жаре вот видите по из них можно всегда собрать перца наличие в нашей полосе по крайней мере у меня вот они три года подряд меня только радуют и сейчас еще один перец покажу вот так вот он выглядит я уже собрала его дольше итальяна чтобы вы понимали это перец который вот 10 а перцев таких наверно с него соберу вот вот таких крупных больших и он краснеет на ветке сейчас я его покажу вам вот такой кустик высотой метр я думаю будет удачное лето так все вот это было бы давно уже завязано достаточно руслый очень приятно это сорт соберу семена с него тоже это мне прислала одна из наших зрительниц спасибо ей огромное дольше итальяна перец очень коренастый куст он даже вот такая у него нога достаточно мощная и подвязка тоже ему нужно конечно но относительно еще на что хотел обратить ваше внимание смотрите какая ситуация вот вы видите нору вы представляете попала сюда опять земляная крыса с вот этой кисточки она сожрала помидоры сейчас покажу мой антоцианчик и с вот этого вот перца она сожрала перцы красные закусила носа вот таким образом смотрите это сволочь мало того что жрет корнеплоды она жрет еще не только корнеплоды все что она достала она каждую помидорину вот смотрите вот вот она выжрала прямо у них жопку снизу вы представляете я думала что не только корнеплоды едят они едят все то есть она может пешком по грядам ходить сверху и никакие сетки внизу грядки вас не спасут от этой дряни но вот короче знаете плюсы и минусы что называется природы окружающей если бы у нас были соседи может быть это крыса у них бы где на чем-нибудь остановилась а так как у нас соседи нет мы первые под обстрелом понимаете вот такая вот история ловушки сашка везде наставил нам посоветовали эту траву горькую везде посеять везде все горчицы заполонила я засеяла в сидератами уже и горчица колосится счет этой крысе вообще по моему по барабану но не знаю попробую я с дегтем тему что надо в нору сунуть но кроты может быть еще как-то а это просто собирает чемодан переходит в соседнюю гряду и не не важно что там корнеплоды ягоды что угодно она будет жрать все подряд по ходу за баклажаны в этом году однозначно неудача хорошие более менее такие красивые кусты но средняя температура в 12 градусов она не даст баклажанам из себя ничего стоящего представлять собрала я немного сделала всего две баночки ну короче так доченьки немножко и просто оговорюсь в этом видео о том что у меня остались на улице томаты только с антоцианом черные только они проявили проявили себя уже который год как томаты очень устойчивые к фитофторозу безусловно они тоже заболеют но на данный момент я собираюсь них только спелые плоды и я не планирую их убирать посмотрите вот лист подскрученный то есть тоже то дубак то дождь то еще что-то но при этом они не такие конечно обильно плодоносящие как некоторые сорта там уличные но при этом они у нас до поздней осени могут болтаться по ходу посмотрим как они будут себя дальше вести очень мне нравится сажать на улице именно их и доброу желтый но об этом может быть отдельное видео будет крыса съела очередной перец посмотрите она ты бы в гараже уже самогон проверил то что мне кажется туда уже сходила к тебе тоже она съела помидоры перец картошку морковь сейчас доходит до сельдерея и в принципе по моему по второму кругу пойдет и 1 ну да и однозначно надо уже все проверить слушай там лаз может и поставишь туда этого я поставил две ловушки там вот это вот она вчера вышла я знаю откуда она выходит за нашел вот такой вот ужас